Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 20 февраля 2019 года и у микрофона Леон Лайнстайн Сегодня я хочу поговорить о мифах современной Америки В связи с тем, что у нас возникает все больше и больше социализма и социалистов И надо в конце концов начинать людям объяснять, к чему это все приводит Не только общо, но и на конкретных примерах Сегодня уже становится совершенно ясно, что бацилла социализма Отнять у тех, кто заработал и поделить между теми, кто с точки зрения делящего нуждается в этом Она серьезно уже проникла на территорию Соединенных Штатов Америки Особенно распространилась по университетам, всяким другим учебным заведениям И уже начинает напоминать эпидемию Раздул ее Берни Сандерс во время прошлой президентской кампании Искусно подавая, скажем, рациональные какие-то вещи вместе с утопическими Такой смесью утопическими, типа Геббельса Который советовался смешивать, не помню точно какой процент Ну скажем, 95% правды С 5% наглой, чудовищной лжи И повторяет эту ложь много-много раз Чтобы она не привыкла, чтобы она зашла в голову И он говорил еще Чем более чудовищная эта ложь, тем легче в нее поверят массы После Берни как грибы стали полезные активисты Называющие себя после него демократическими социалистами На самом деле являющимся совершенно оголтелыми, отмороженными леваками Эдакими комсомольцами с горящим взором и совершенно тупыми мозгами Типа вот Александра Казио-Кортез Ее две очаровательные, так сказать, почти близняшки Антисемитки, мусульманки Ныне члены Конгресса Демократической партии Фанатично ненавидящие белых евреев, христиан, Америку Цивилизацию, в которой мы существуем И все остальное, что отличается от их любимого ислам Они вместе, значит, AOC, так ее называют в Америке Мне больше нравится по российской абибиатуре Называть ее AOK Только что, значит, лишили штат Нью-Йорк 25 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест Не дав поселиться, не дав Амазону установить там свой второй, так сказать, огромный, так сказать, центр В котором, так сказать, и исследования, и товары, и обороты, и прочее, и прочее Значит, что такое 25 тысяч рабочих мест, которые приезжают куда-то? Во-первых, это сразу же занятость Во-вторых, вокруг начинают развиваться малые бизнесы Обслуживание, рестораны, там, мойки машин Дома строятся и чилиться старые Все увеличивается в цене, так сказать И так далее, и тому подобное То есть происходит взлет, так сказать, активности Значит, вот они Плюс к этому, значит, еще идет 25 миллиардов долларов То есть, по-моему, в 10 лет они посчитали От самого Амазона, который делает там бизнес в штате Значит, и они почему-то решили, вот эти вот Октавия Корнес, Октавия, все, Октавия Эй, окей, и, значит, это самое бесноватая Они решили почему-то, что предложенные Амазону 3 миллиарда скидок с налогов Это какие-то деньги, которыми обладает штат И они собираются то ли под полой, то ли как-то еще засунуть сюда Амазону Значит, чтобы его привезти на работу в штат И возмутились Вот они таким образом заманивали штат Сказали, что, так сказать, что вы будете платить там, скажем, свои налоги Вот 3 миллиарда долларов в течение там 10 лет Мы с вас снимем Только переезжайте к нам и устроите вот ту жизнь То, так сказать, воскресенье промышленности Которое предполагалось после въезда туда Амазона Значит, эти кричали Наши доллары! Значит, эти психо-психо-неврологические, значит, ее приятельницы Окей, мы не отдадим наши доллары Мы хотим забрать эти деньги и помогать с ними Ну и дальше, так сказать, кому они собрались помогать В том числе и самих себе, естественно А мэр Нью-Йорка, де Блазио, сам полукоммунист И губернатор штата Нью-Йорк, сам левый Пытались объяснить им, что никто своих денег Амазону не отдает Что из будущих налогов, чтобы привлечь Амазон в Нью-Йорк Значит, пообещали им, что они смогут не доплатить 3 миллиарда Из 25, которые должны были заплатить И что если не будет Амазона, то и миллиардов этих не будет Но концепция оказалась такой сложной Что ни Эй Окей, ни другие бесноватые ее не поняли Амазон посмотрел на эти демонстрации, беспорядки Крики, вопли какие-то, баррикады, которые они устраивали И заявил, что они лучше пойдут в другой штат Где все-таки таких идиоток нет То есть, скорее всего, в штат, где республиканцы Потому что там понимают, что такое рабочие места И как они дороги Трамп борется, чтобы компании вернули рабочие места в Америку Со всего мира ездит А тут Амазон собирался организовать 25 тысяч рабочих мест Для мирового распределительного центра Они его выгнали из штата Несмотря на то, что сам-то хозяин Амазона Безос Он еще и левак, значит, но не тупой Он вообще, я думаю, совершенно очумел Что его люди, значит, его туровную Демы демократа распространяют еще много мифов и легенд Типа вот это, значит, что Амазон воровал народу Сморовал народу 3 миллиарда Нам с вами необходимо в этом вранье разобраться Причем разбираться не огульно А разбираться вот в каждом отдельном Потому что люди говорят, ну как же, а вот-вот-вот И возразить нечем Давайте я вам расскажу несколько историй Вернее, я приведу несколько примеров Вот этого вот обмана, вранья, мифов, как я их называю Для того, чтобы вы понимали Как объяснять эти простые, обыкновенные вещи другим людям Потому что на самом деле это элементарно Вот давайте миф номер один попробуем Увеличение минимальной зарплаты, за которую борются постоянно Берни Сандерс, Эйркей и там все остальные Это повысит прожиточный минимум наемных работников Да? Ну, звучит как бы логично, да? Я получал 10 долларов в час Покупал там, не знаю, это Сейчас я буду получать 15 долларов в час Смогу покупать больше или лучшего качества Или там что-то еще, верно? Лучшая квартира там у меня Хорошо, очень хорошо Пошли Представьте себе, что, скажем, ну там А на букву Алекс, да? Например, делает столы и получает 10, как мы сказали, долларов в час То есть 80 долларов в рабочий день Столы, которые он делает, продаются по цене 160 долларов в штуку А БББ, Берни Берни шьет пиджаки Получает тоже 80 долларов в день И каждый пиджак продается там для простоты понимания Это, скажем, те же 160 долларов в штуку После демонстрации профсоюза, которому принадлежит Алекс Ему повышают зарплату с 10 на 15 долларов в час И он теперь получает 120 долларов вместо 80 в день Из-за этого стоимость стола вырастает, естественно, правильно? Ты платишь больше рабочим, не только Алексу, всем остальным Там, так сказать, еще какие-то вещи начинают увеличиваться Увеличиваться, увеличиваться И надо теперь брать больше денег за стол И его стали продавать до 240 долларов за стол Берни, который делает счет пиджаки, узнал об этом И пошел в свой профсоюз и закричал «Я тоже!» Ну и они, значит, пошли тоже демонстрации И он тоже получил 15 долларов в час Но пиджаки, которые он шьет Из-за этого стали тоже немножко выросли в цене И стали продаваться тоже по 240 долларов в штуку Алекс счастлив 15 долларов 120 в день вместо 80 Берни счастлив 120 долларов вместо 80 Но не очень долго Потому что Алекс решил купить пиджак А Берни решил купить 100 До повышения Алекс должен был работать 2 дня 80 и 80 долларов, чтобы купить пиджак фирмы Берни за 160 Берни должен был работать 2 дня 80 и 80 долларов, чтобы купить стол, который делал Алекс Который стоил тоже 160 долларов После повышения Алекс должен теперь работать Думаете меньше? Нет Он должен работать те же самые 2 дня Чтобы получить достаточно денег Чтобы купить пиджак, который Берни шьет А Берни должен работать те же самые 2 дня Что и раньше, чтобы купить стол, который делает Алекс Зачем все это было устраивать? Правильно, да? Значит, количество бумажек изменилось То есть теперь это, скажем, не 160, а 240 То есть бумажек стало больше Но товаров, услуг и прочее Которых можно купить за них Осталось то же самое Называется инфляция Это мерило Единственное, сколько времени должен работать Для того, чтобы что-то купить 100 лет тому назад должен работать сток А сейчас ты должен работать сток И можешь это купить Другого нету Все эти повышения там все Не имеют никакого значения Если так же повышается стоимость товара А что же изменилось все-таки? Что-то изменилось, правильно? Ну, кроме того количества бумажек Которые, значит, американская Значит, самая госзнак печатает А вот что изменилось Пока пиджак и стол Стоили по 160 долларов Импортерам было невыгодно Значит, за 3 демидемелья ехать Покупать Потом везти их сюда Везти через границу Платить что-то Складировать там и тому подобное Но теперь Когда они стоят 240 Это стало выгодно И рынок Наполнился Столами и пиджаками По 200 долларов То есть по цене меньше Чем теперь они продаются У Берни и у Алекса И фирмы На которых наши друзья Американцы работали Стали разоряться Алекса вообще выгнали С работы Значит, он сел на безработицу А что делать? Работы нет А Берни перевели На 30-часовую 40-часовой Нормальную Рабочую неделю Значит, теперь Алекс Сидит И На пособии живет А Берни Получает столько Сколько он получал раньше Работает, правда, меньше Но теперь за эти деньги Можно купить Меньше еды Товаров И услуг Чем раньше Значит, кроме того Кто-то должен оплачивать Существование Сидящего На безработице Безработы Алекса У государства Своих денег нету Поэтому они идут К тем, кто платит Налоги К Берни И начинают Из его зарплаты Забирать больше денег Чтобы обеспечивать Алекса И таких, как он Вопрос Достигли ли Профсоюзы Демократы Социалисты Называйте их Как угодно Все одна шарашка Значит, достигли ли они Своей цели Да Если их цель Это обирать И одурачивать Передовых членов Своих граждан Да Нет Если их цель Как они говорят Было улучшить Жизнь рабочего народа Она либо Стала такой же Либо ухудшилась Но в США Жизнь граждан Тем не менее Все время улучшается Значит Проходят какие-то Достижения И поэтому За зарплату Можно купить Лучшее что-то Большее что-то Смотрите Как идет Рост благосостояния Из-за чего Это происходит А Из-за постоянной инновации Раньше Берли Шил один пиджак В день А теперь С новыми технологиями С новыми материалами Шьет Три И Продавать их Можно теперь Не за 160 Как раньше А за 80 То есть Алекс не должен Работать Два дня Чтобы купить Пиджак Он должен Работать Один день Ему хватит А заработок Второго дня Он может потратить Чтобы купить Что-то другое Либо поехать В какое-то путешествие Поездку Либо отложить На пенсию Или на черный день Ясно? Миф Номер два Миф о монополиях Монополии Это ужасно Они Они Задушат нас Ценами Если оставить Без конкуренции Монополии Без контроля Надо их уничтожить Как только Они начинают Образовываться На первый взгляд Понятно Красиво Понятно Действительно Монополия Единственная Кто производит Туфли В городе Больше нет В стране И конечно Они начнут До небес Сейчас повышать Если конкуренции Нет Будем вынуждены Все в них покупать А теперь пошли Вглубь этого дела В городе Скажет Нашим Десять фабрик Которые делают Туфли Одна стала выпускать Самые мягкие Самые удобные Самые красивые И самые дешевые При этом Туфли Вот если бы вы пошли покупать Туфли Вы бы хотели купить Дорогие и плохие Или бы вы хотели купить Хорошие и дешевые Давайте отвечу за вас Вы хотели бы купить Хорошие и дешевые И все остальные Тоже так же Поэтому Девять фабрик Которые выпускали Плохие и дорогие Начали Разоряться А эта фабрика Начала становиться Ужасное слово Я сейчас произнесу Монополистам И ее по закону Тут же Надо Разогнать Или запретить Выпускать Скажем Много туфель Почему? Чтобы они выпускали Туфель Недостаточно Для всех жителей Чтобы те были вынуждены Покупать туфли Плохие Но дорогие То есть Не все жители Нашего города Из-за этого Смогут иметь Хорошие и дешевые туфли Я так понимаю Да? Это как бы На благо народа Или нет? По-моему Не очень Еще один метод Который Можно как бы Справиться С монополией Это заставить Фабрику Хороших туфель Поднять цены Выше Чем у Фабрик Плохих туфель Значит Теперь что Произойдет Значит Некоторые люди У которых недостаточно Что называется денег Будут покупать Скажем За нормальную цену Какую-то там Нормальную цену Плохие туфли А те у кого Больше денег И больше возможностей Будут покупать Хорошие туфли Но дороже То есть Те кто могут Будут тратить Больше денег А те кто не могут Будут тратить Столько же денег Сколько раньше Но зато покупать Плохие туфли То есть Опять же Не очень похоже Чтобы это на На Благо народа Происходило Вот у меня такое ощущение есть Значит Все платят больше Чем если бы Так называемая Монополия Продавала хорошие туфли Недорого Всем Правильно Да Но может быть Став монополистом Фабрика Хороших туфель Начнет Повышать цены Скажем С 20 долларов Так нет конкуренции За пару До 100 долларов Они же Монополисты Верно Разберемся Что тогда произойдет Когда туфли стоят По 25 долларов Люди легко Расстаются С поношенными Слегка туфлями С обувью Ну там Вышедшись Чуть из воды Что-то еще Которые чинить Зачем чинить Старые туфли Потратишь Там десятку Потому что за 25 Купить совершенно новые Легко покупали Больше чем Одна пара И туфли Улетали Талии Как только Монополист Поддал цену Народ стал носить Туфли Дольше Это первое Стоптанное Отдавать В починку Потому что теперь Почирить стоит Там 10 долларов А купить Новую и 100 Большая разница Лучше я в починку Отдам И покупать Стали В 5 раз Меньше Но самое главное Для изготовителя Хороших туфель Что немедленно Откуда не возьмись Снова возникла Конкуренция Потому что Они продают По 100 долларов Очень высоко Мы можем Влезть И начинать Наши туфли Продавать Ниже Чем Это их цена И стали Продавать Туфли По 30 Скажем Да Как вы думаете Люди Которые Додумались Производить Хорошие туфли И очень Недорого Они догадаются Что резко Повышать цену Это Глупо Вот Называется Дорога К самоубийству Догадаются И главная Их задача Будет Главная задача Будет Удержать Покупателей Своих Которых Они получили Делая их Счастливыми Это единственный Способ Удержать Покупателей Начнут Искать Что-то Другое По интернету Искать Откуда Им Привезли Другие Ездить Другие Города И покупать Не знаю Все что угодно Покупатель Счастлив Он приходит К тебе Он не Счастлив Он не Приходит К тебе Если В стране Нет Правительственной Или Гангстерской Поддержки Одних Производителей Скажем Против Других Тогда Хороший Недорогой Производитель Будет Все время Стараться Держать Цены Так низко Чтобы у Конкурентов Не было Возможности Влезть Обратно На рынок Модели Туфель Будут Совершенствоваться Технологии Развиваться Цены Понижаться Потому что Монополист Тоже Конкурирует Но он Конкурирует С потенциальными Конкурентами Это Конечно Если в стране Свободный рынок При Феодализме Все по-другому Миф третий Или я бы сказал Ложь номер три О том Как плохие капиталисты Завышают цены И как демократы Будут эти цены Регулировать И контролировать Вот Это последняя На сегодня История Заимствованная Мною У двух Замечательных людей Эндрю Галампос И Джейсон Элсон История О помидорах Они ее называли Значит В одной стране Так любили помидоры Что жизни Без них Просто не представляли Себя Ну вот пришел год Ну страшной засухи Половина помидоров Засохла А стране Было очень дорого Вырасти Из-за воды Там Из-за усилий Из-за чего-то еще И И поэтому Продавцы подняли цену Чтобы оправдать Свои расходы В правительстве страны В это время Были отморозки Значит Вот типа нашей Значит АОС АОК Которые сказали себе Ага Сейчас мы защитим народ И Под страхом Огромного штрафа Или даже Тюремного заключения Они запретили Продавать Помидоры По цене Выше Прошлогодней Население Страны Обрадовалось И сделало АОК Пожизненным Президентом На следующий год Никаких Помидор На рынке Не было Почему? Никто Не хотел Растить Помидоры Никто Из Фермеров Не хотел Продавать Ниже Себестоимости И боялся Доказания За неподчинение Зато Контрабандисты Начали Ввозить Любимые народом Помидоры Из-за границы Коррумпировали Пограничников Чиновников Значит Наживались сами Перевозя помидоры Значит И продавая На черном рынке По цене Скажем В 10 раз больше Чем та цена Которая была В прошлом году Вот Но Конкуренции Это у них нет Теперь Законопослушные Фермеры Боятся Наказания Значит Как результат Вмешательства Социалистов Ну пусть Демократических Да не важно Каких Националистических Интернационалистических Демократических Абсолютно Одна Одна Однобрашка Значит Они вмешаются В экономику Они все время Вмешиваются В экономику И народ Больше не имеет Помидор Любимых Зато чиновники Получают взятки Деньгами И помидорами Я думаю А преступники Наживаются А богатые Продолжают Есть любимые Помидоры Потому что Они просто На черном рынке Покупают их В 10 раз дороже В конце концов Для них Заплатили в 10 раз дороже На что-то Что они очень любят Вот Во всем этом Эй-Окей Конечно Обвинит Капитализм Шпионов И внутренних Врагов И предложит Организовать Исправительные Лагеря Ну Я думаю Что на этом Мы пока Остановимся Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...